Хоба! Привет с вами доктор Влад Немножко про политику сегодня поговорим Помните, я вам рассказывал, что некто Володин Саратовский Поехал в Саратов Но он раньше работал в Саратове А потом уехал куда-то в Москву Вот, в Кремле работает И вот он тогда, значит, ляпнул, что скоро пенсии отменят Вот, ну конечно, это в Рунете вызвало Очень большое оживление, скажем, мягко, да? Так вот, его какая-то приспешница Не знаю, грубое слово, подстилка Поехала туда смягчить удар Вот, и вот начала Тоже в Саратове с трибуны, что Вы не так поняли, туда-сюда Одна женщина встает и говорит, что вот я получаю 12 тысяч Вот, ну так, ну-ка, та-та-та-та Как-нибудь Я уже не помню дословно, это не важно Второй встает и спрашивает, вы Скажите, сколько вы получаете? Ну, она ответила 350 тысяч Но там что-то начало Ну, в общем, ее дальше уже не слушали Они живут в другом мире Им вообще наплевать На гопоту на эту Господи, на Саратов Вот, а теперь Разговор пойдет о двух президентах Вот президент Трамп, да? Ну, в общем, мне, конечно, неприятно Об этом, обо всем рассказывать Как он себя ведет Вот, с кем встречается На кого берет С кого берет пример На кого равняется И вот он решил Трамп Устроить военный парад Ему понравилось, как Ким И как Путин Устраивают парады Он решил тоже поиграть в самолетики Ну, и что? Ну, вот, читаю Телекомпания СНН напоминает Что Трамп Планировал провести военный парад По случаю 100-летия победы В Первой мировой войне Вам, родные? В ноябре, да? Как минимум, три источника сообщили Журналистам, что стоимость парада Выросла с первоначальных 12 До почти 100 миллионов долларов И это вызвало переполох В Пентагоне Ну, короче говоря Запретили ему Да, президенту, Трампу Американцы Запретили Заниматься вот этой фигней, да? Вот эти какие-то парады И очень многие газеты Выступили Что куда можно эти деньги На самом деле направить Понимаете? Так вот В частности На поддержку бездомных И бедных людей Вот так это дело Происходит в Америке Теперь смотрим на Россию Путин Приедет на свадьбу Главы МИД Министерства Иностранных дел Австрии Вместе с Кубанским Казачьим хором Вот вы представьте, да? Вот Сама по себе ситуация Дикая Президент разъезжает По свадьбам По каким-то Я не помню аналога Честно Вот, ну, не помню Может быть, кто-то подскажет И вот он еще берет с собой Кубанский казачий хор По данным сайта Госзакупок Поездка ансамбля Обойдется бюджету Бюджет Это на бюджетные деньги Минимум Ну, почти 2 миллиона рублей Нормально так, да? Прокатился царек Взял с собой Казачий хор А там еще Инструменты А там еще гостиница Причем гостиница Цены какие-то запредельные Вообще Они уже вылетели, кстати Номера там По данным BBC Стоят От 60 до 90 тысяч рублей За две ночи А, это рублей Ну, рублей Не, вообще тоже ничего Да, это где-то Тысяча баксов Получается полтора Вот Причем Эти расходы Это еще Гонорар не включен Нормально, да? Как хорошо Все хорошо Прекрасный мартиза Уже этому Мидовскому главарю Австрийскому Пригрозили увольнением За такие понты Вот Причем Кто-то из Кремля Там сказал Ну, это частная поездка Че вы думаете? Это частная Это не думайте Что что-то такое Вот Если частная поездка Езжай на свои Ну, а у Путина Что свои Что государственные Ему глухо По барабану Хоть Кто бы ему Сказал Кто бы ему Запретил Нет Никому Никакого дела Нет Вот так вот Ребята Так живем Насчет мяса Тут я вот Нашел новость Что Мясо будет Дорожать За счет того Что Путин Запретил Возить Мясо Из многих Стран И В результате Они идут Обходными Путями И еще Последники Тоже с этого Имеют И в общем Мясо Колбаса Подорожает А мне пишут Уже подорожало Ребят Это еще не Подорожало Помните Как я цифры Развучивал 30% На 30% Закупочные Цены Поднялись Значит Это все Взлетит Как минимум Процентов На 40 Ребят Я никого Не пугаю Вы поймите Я просто Рассказываю Что происходит И объясняю Почему Это происходит Понимаете Вот и все У меня Другой задачи Нету Вот Ну и конечно Я всегда Заканчиваю Тем Чтобы идите Оттуда Кто может Моя семерка Кстати Зашевелилась Но ребята Насколько Вы не умеете Ну я так думаю Что вот они Ну как сказать Как представители Ваши Что ли Да Насколько Вы не умеете Искать В интернете Вот Одного Найдет Одну Или одного И схватится Вот С ним Нужно То Се Ли С ней Та Та Ребята Это все Не так Делается Вы Наймите Найдите Десять Пятнадцать С ними Пытайтесь Да Это тяжело Вот И пока У вас Не будет Разговора Уже Серьезного По Скайпу Пока Вы Не будете Строить Планы На будущее Пока Он Или она Вам Не расскажет Как Мыслит Как Ей Или ему Мыслится Ваше Совместное Проживание Будете Вы Работать Не Будете Вы Работать Бесполезно О чем То Какие То Планы Строить Это все Расценивайте Просто Как Знакомство А знакомых Может быть Сколько Угодно Получше Похуже Поближе Подальше Вот Уж Когда Пойдут Разговоры Вот Тогда Уже Серьезно Да А До Этого Это все Вот Вот Работа Листочки Перекладывать Понимаете Вот Как Это Делается Вы Не Умеете Искать Совершенно Вот Найдет Одного И Вперется В него И Начинает Выснять Что Как Да Там Еще Конь Не Валялся Имейте Ввиду Что Ну Может Вы Не Знаете А Может И Догадываетесь Что Вот Ваши Корреспонденты Ну Здесь Вот Американцы Насколько Я знаю Они Тоже С Десятком Переписываются Они Тоже Выбирают Вот И Не Надо За Них Бороться Не Надо Вот Спокойно Уравновешенно Рассказывайте О себе Рассказывайте Что Вы Себя Представляете Кто Вас Родитель Чего Вы Умеете Чего Вам Нравится Всем Одно И Тоже Естественно Знаете Чтобы Ну Не Завраться Как говорится Вот так Это Делается Вот И Те Кто Не попали В этот Список Счастливчите Те Которые Не попали Потому Что Этих Я Дергаю А Вы Сами Предоставлены Себе Вот Вы Слушайте Меня И Начинайте Искать Как Можно Больше Вот У меня Парень Тут Один Из Семерки Пишет Он Вот За Пару Недель Написал Где-то 50 Писем Молодец Какой разговор Молодец Вот так Это Делается Ну Ладно На сегодня Все А Про Гришку Там Меня Спрашивали Да Он Что-то Болел Тогда Наверное С полицей С ним Пообщался Заболел И Вчера Он Как-то Слабенький Такой Был Вялый Нос Сухой Сегодня Уже Носится Уже Кроликов Гоняет Вот Ну В общем Как-то Так Всего Хорошего До Свидания Доктор Влад С вами Стропа Раньше